друзья всем привет с вами александр и вы на канале 1 на 1 находимся мы по-прежнему в городе усть-каминогорске у нас сегодня прекрасное морозное утро минус 30 32 33 сейчас ну в принципе нормально так ощущается конечно по холоднее но ничего сегодня будет потепление где-то до плюс 20 поэтому самое время выдвигаться и заниматься делами и я вам тоже предлагаю провести этот день вместе со мной сегодня у нас будет влог влог я решил записать на общем погнали сейчас у нас начало февраля как обычно это бывает всегда сколько помню конец января начало февраля такие мертвые недели в торговом бизнесе почему потому что люди на новые годы потратились там подобное и все я тоже с такой проблемой столкнулся то есть реализация упала в разных вообще какие бизнесы веду везде 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 все застопорилось что вчера сделал чтобы это немного хоть поправить распечатал небольшой презентар перчатки и мешки мешки майки рулона ну в общем вот такой я распечатал себе презента и прошелся по строительным магазинам магазина автозапчастей то есть собрал заявок сейчас пойду отнесу потому что как бы то ни было заявки заявками то есть я не привык примеру к тому что некоторые люди вот у них сегодня хорошо завтра плохо и они думают а ладно следующий раз типа будет лучше но в следующий раз смысле и правда будет лучше но они как бы не заморачиваться над этим я привык что у меня всегда все стабильно и всегда идет рост то есть я не могу когда у меня какой-то происходит спад я всегда начинаю искать какие-то решения ну и как с ней всегда их нахожу в принципе вот и поэтому мое решение было такое что пока как бы заявки не будут восстанавливать то есть интернет-магазин по новой нормально не начнет работать в других бизнесах не устанканится буду периодически ходить то есть заявки вот так собирать вот ну поэтому в принципе надо сходить я на перчатки набрал только заявок надо сходить и отвезти их там к это строительная контора или в общем что-то сельским хозяйством там и инститете запчасти лежат и это рабочий ходит не знаю какая-то такая контора в общем туда они заказали у меня сколько 200 200 пар перчаток то есть заказали они заказ принципе нормальный поэтому надо отвезти чтобы знали как на улице не знаю слышно не слышно у меня куртка шебуршит шебуршит как из полиэтилена сделано в общем погнали вот так выглядит 200 пар перчаток почти полный мешок и нужно их сейчас будет доставить вот на вот эту точку вот в этот магазин там запчасти продаются не знаю строители вчера были бригада какая-то на общем им полный трэш оказывается сегодня здесь выходной вчера чуть не посмотрел вот так ну что ж бывают вот такие нюансы которые возникают на совершенно ровном месте уже время к обеду чайчик конфетки пора кушать я пообедал сейчас буду чай пить кстати у нас сегодня землетрясение было в три часа 54 минуты было у нас землетрясение сам эпицентр был недалеко от маканчи то есть это в китае уже а а там была амплитуда или пять или шесть баллов точно не помню и не помню а у нас ощущалось местами 2 где 3 балла то есть вот такое у нас было землетрясение ночью но я даже не проснулся вот сейчас читаю и некоторые люди пишут звонят говорит как-то ощущал землетрясение тому подобное то есть люди просыпались люди действительно чувствовали а я спал но факт в том что землетрясение было кстати тут бывает такое что землетряски но хотя бы не знаю один-два раза в год но землетрясение стабильно бывает бывает даже чаще ну что говорить мы же в конце концов вокруг нас горы устья каменных гор отсюда и название устье каменногорск то есть город расположены в устье каменных гор сегодня еще планирую пойти по тренироваться то есть тренажерный пойду и самая такая единственная проблема это заставить себя туда идти потому что на улице мороз тридцатник до тренажера идти но можно в принципе проехаться но когда в тренажер собираешься лучше конечно идти идти туда около двух километров если пешком полтора два километра где-то так но это пешку где-то 20-30 минут пешком идти ну конечно же лучше всегда тренажерный зал и ходить пешим вот и я даже не знаю ну буду себя заставлять а что делать надо всегда стараться выйти из зоны комфорта всегда какую-нибудь такую стряску для организма делать вообще зачем выходить из зоны комфорта вот многие люди же живут и ну так хорошо и тому подобное когда ты выходишь из зоны комфорта у тебя тоже начинает что-то меняться вокруг тебя какие-нибудь новые перспективы горизонты открывается и ты думаешь что это само по себе происходит на самом деле все взаимосвязано стоит выйти из зоны комфорта и начнет что-то происходить так что поэтому буду не знаю заставлять себя сегодня выдвинуться и идти вернее даже по идее самое сложное не то что заставить себя ну тренироваться на тренировку самое сложное заставить себя дойти до туда и зайти в раздевалку переодеться а потом уже все в принципе ничего сложного зато после тренинг когда ты назад идешь ты сам себя говоришь спасибо потому что действительно такое настроение обалденное и у слабо он прет ну и в конце концов кто не знает я за зож то есть я не курю не пью и тому подобное ну и стараюсь вести активный здоровый образ жизни в общем вчера я никуда не вышел прилег на диван думаю полистай ленту в инсте еще что-нибудь посмотрю в интернет позалипая в общем диван меня победил и где-то часов до 7 я продрыхну а потом пришли мои мы кино посмотрели крутой такой фильм дьявол в лифте называется и т-34 т-34 российский фильм насколько я не люблю российский кинематограф но этот фильмец прям стоит внимание поэтому всем советую ну раз уж я решил все-таки что-то делать поэтому именно сейчас я отправляюсь зал тем более сегодня воскресенье день выходной где ничего не надо больше мне будет сегодня делать поэтому схожу в зал в общем хочу провести этот день круто получив новые эмоции и тому подобное ну вот друзья иду как и положено после тренировки обессилены но это такая приятная усталость в общем очередной раз вышел я из зоны комфорта и в принципе должно многое сейчас меняться потому что когда какое-то застаивание происходит нужно выходить из зоны комфорта открывать так сказать поток к новым поступлениям вашу жизнь пусть кто-то в это и не верит но это действительно работает вот в общем кому это видео понравилось было интересным не забывайте про лайки подписываться на канал но с вами был александр и всем пока пока